Российские суды в 2019 году вынесли менее 1% оправдательных приговоров Глава СКР Бастрыкин уже поспешил заявить, что такое ничтожное число оправданий Результат очень хорошей работы следствия Слушайте, мордор, блин Интересно, а во время Второй мировой войны, ну раз уж идет юбилейный год победы Фашисты такими же отчетами хвастались? Ну тогда мы точно фашизм победили Есть что отметить и начинаем А впрочем, если задуматься действительно ведь О каких оправдательных приговорах можно говорить Когда у нас по улицам одни бандюганы ходят Кто-то пластиковым стаканчиком в росгвардеец окинул Кто-то газеткой в сторону полиционера замахнулся А журналистов голуновых всяких развелось сколько вагон И маленькая тележка эти вообще сами себе Наркотики подкидывают, а наказывают в итоге из-за них правильных пацанов Ну как наказывают? Пальцем погрозят или сделают вид, будь то с должности Сняли Мною принято решение ходатайствовать перед президентом Российской Федерации Об освобождении от занимаемых должностей Начальника УВД западного административного округа города Москвы Генерала Пучкова И начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по городу Москве Генерала Девяткина Или очередную скандальную историю Давайте вспомним с очередным маленьким ребенком Попавшим под колеса автомобиля майора полиции в Кирове минувшим июлем Мальчик по версии следствия был просто пьян, поэтому погиб Вообще в последнее время это каким-то трендом Прям стало Дети шести, семилетние пьют по черному А потом бросаются под машины к папикам Причем вот, вот ведь мерзавцы даже в состоянии опьянения Выбирают не абы какой автомобиль, дабы под ним погибнуть А автомобиль чиновника, например Или автомобиль сотрудника полиции Или любовницы дяди внушительного Ну проходу от этой алкашни малолетней нормальным людям нет Отец мальчика, которого насмерть задавили в одном из дворов Балашихи Пожаловался на угрозы Роман Шимко рассказал об этом на заседании суда Продолжается допрос свидетелей по делу о халатности эксперта Он обнаружил в крови ребенка высокое содержание алкоголя А если серьезно, вот о какой хорошей работе следствия Хотел рассказать всем нам генерал Бастрыкин Блин, им самим еще не надоело врать Причем я могу понять ситуацию, когда в органах пытаются приврать Приукрасить действительность, так сказать Ну, допустим, задержали какого-то отморозка случайно А рассказывают затем в СМИ, это была тщательно спланированная спецоперация Задержанием руководил лично начальник УВД города полковник Пупкин От такой лжи хотя бы вреда нет Но в данном-то случае Что несет этот генерал Бастрыкин? Неужели человек не понимает, что он даже выглядит глупо? Над нами и так все смеются Весь мир ржет Сказка на сказке, сказкой погоняет Потому что доблесть в наших правоохранительных органах Только в отчетах присутствует, а в действительности Ну давайте попытаемся вспомнить хоть одно по-настоящему громкое дело За последние, скажем, пять лет Да не было таких С ветряными мельницами ребятишки борются Да гастеров с пьянчугами на улицах обирают Вот и вся их работа Наша служба и опасна, и трудна самим-то, не противна Это реальная журналистика Единожды солга в темах сегодняшнего выпуска Поехали! Справедливости ради надо сказать, что не только сотрудники правоохранительных органов Врут вместо завтрака, обеда и ужина Чиновники пошли еще дальше Эти враньем и глупостями вообще разговаривают Очередной недалекий чинуша публику повеселил на медне Глава Чувашии Игнатьев так мужчинку зовут Так вот этот Игнатьев призвал мочить журналистов и блогеров, критикующих власть Мол, после такой критики нам приходится разбираться с митингами Терпеть недовольство со стороны общества это же невыносимо Ага, вот хотелось бы парировать А вы не пробовали что-то сделать в ответ на эту самую критику Вот взять и сделать На зло врагам по-настоящему Не на бумажке Раскритиковали тебя, например, за плохие дороги Отремонтируй Перебои с общественным транспортом в отдельно взятом муниципалитете Подпиши распоряжение о закупке дополнительных единиц техники О создании дополнительных маршрутов не пробовали, нет? Или мочить блогеров с журналистами проще? Понятно, что в переносном смысле Как правило это делается через карманных лизоблюдов пропагандистов Но за народные деньги То есть вечные 2% дерьма И вот эти 2% дерьма считают, что они здесь власть? А вот это шоу не видели? Слушайте, ну анекдот просто рассказываю В минувшие выходные наш великий кормчий побывал в Санкт-Ленинграде Не просто так, разумеется 18 января северная столица вспоминает жертв блокады По этому поводу главнокомандующий встретился с ветеранами и общественниками В одноименном музее И вдруг в какой-то момент слово берет Как будто бы ветеран Почему как будто бы? Сейчас вы увидите этого человека, сами все поймете Да потому что если посчитать То реальному ветерану сегодня должно быть лет 95 И минимум Мужик в кадре явно моложе Но не об этом хотел сказать Вы послушайте, о чем он спрашивает Главаря Позвольте мне Просить вас Решить Некоторые проблемы Связанные С нашей конституцией Хотелось бы Чтобы В этой статье Продолжительность Трудовой деятельности По руководству страной Президента Не ограничивалась Понимаете? Еще раз Люди встретились с президентом по конкретному поводу Напомнить стране о страшной блокаде Пережитой ленинградцами В годы войны А вот этому ветерану Оно вообще не интересно Его больше волнует Внесение поправок в конституцию Серьезно Блин, дорогие пропагандисты Я все понимаю Надо лизнуть Но есть ведь и какие-то святые вещи К слову По поводу этих поправок в конституцию А ведь людей всего за неделю Умудрились так запутать Что они уже реально не врубаются Каким образом собираются Те поправки в закон вносить Главный говорит о референдуме Памфилова об электронном голосовании Песков вообще о простом опросе Народ обалдел Справедливо спрашивает Так что это будет-то? Хорошо, что у вас есть я Объясняю Делается все это специально Чтобы вы на самом деле запутались И не поняли в конечном итоге Как эту аферу будут проворачивать Но поверьте мне Уже через полгода Год к себе Без исключения пропагандисты Начнут вам чесать Что это был именно референдум Все народное голосование И толдычить они это продолжат До тех пор Пока вы сами в данное вранье не поверите Ну было же уже подобное Помните поправки к закону о митингах Принимали 10 лет назад Что тогда вам в уши лили? А я нашел пруф Эфира Хамасквы От 4 мая 2010 года В студии автор тех самых поправок Депутат Госдумы от Единой России Сергей Марков Внимание! Вы не должны получать Такое решение от властей На митинге на мастерство Это ваше святое право С гарантированным в конституции И в российском законе Проводить такие митинги на мастерство Но согласовать вы должны Время и место А вот это действительно должно быть По логике вещей согласовано Чтобы не получилось Что на одном и том же пространстве Одни и те же группы Противоположные то есть группы Проводят такие митинги на мастерство Смотрите Дабы могли обеспечить вашу же безопасность А что сегодня? А сегодня в наш лексикон крепко вошло Словосочетание запрещенный Или там неразрешенный Или несогласованный митинг Да вы уже даже сами это принимаете Вы действительно забыли Что закон не предполагает Спрашивать разрешение провести митинг Или пикет у властей Подал уведомление чиновнику До свидания Ты ничего не нарушаешь Но сила пропагандистского слова Хвисома Облапошили нас тогда Облапошат и в этот раз Даже не сомневайтесь Главное друзья Продолжать верить этим товарищам Как в небезызвестной песне Ха я так ждал Надеялся и верил Все Это была реальная журналистика Дальше сами все знаете Ссылка на ютуб страничку сверху В соцсетях тоже жду В друзья добавляйтесь темы Предлагайте Под ними мы обсудим А я за сим спешу откланяться Пока Пока